Приглашаем с вами Сергея Воронова. Посмотрим сейчас в первую очередь на Сергея Воронова, потому что у Воронова очень приличный прокат получился в короткой программе. Он набрал под 90 баллов и таким образом сейчас в случае, если он прокатает, что называется, программу жизни, наберет свои 172, он может обойти даже Плющенко. Сделать это, конечно, будет невероятно сложно. Я боюсь, что 170 баллов в России мало кто может получить. Но, тем не менее, у Сергея появляется шанс. Он может быть чисто математический, но он есть. Астур Пьецола один из самых популярных композиторов у фигуристов. Да. Сделал четверной с по-маркой. Ну, это, как правило, минус один, да, арбитры ставят? Ну, минус один, минус два. Даже два могут поставить? Могут, да, поставить. Могут и ноль поставить. Хороший трейнер-аксер. Есть второй четверной. Такая же, да, как у тебя, как ситуация. Не очень хорошо один из столов, а хорошо второй. Как минимум, два человека в сегодняшнем чемпионате России прыгнули по два четверных прыжка в произвольной программе. И кофту в два раза четверных и короткой. К сожалению, двойная лутс только. Ну, вот у Сережи тоже бывают проблемы с лутцом. Как у меня бывают проблемы с лутцом в короткой программе. Это мы видели в этом сказании, да. Да. Сделал второй трейнер-аксер. Пока все очень хорошо. Два четверных, два трейнер-аксер. К сожалению, лутц двойной. Ну, в целом уже программа очень сильно. Набор приличный, да. С лутцем не получилось, а так остальной набор очень достойный. И приземление, за исключением четверного. Да, все прыжки очень хорошие, с выездом, в принципе, нормально все. Ну, и едет очень прилично, очень катит. Программа наполнена шагами, в принципе. КОНЕЦ КОНЕЦ Каскад из трёх прыжков, тройной с альфа. Ещё один тройной ритм. Ну, остался один двойной аксель. Нет, уже не осталось. Нет, не осталось уже. Можно сказать, что Серёжа справился с своей программой. Теперь можно сжечь. Так уверенно говоришь. А мало ли что случится на дорожке. Всё бывает. Это самое приятное у спортсмена, когда ты катаешь хорошо. Последнюю дорожку можно отжигать. Сейчас настроение, всё шикарно, всё сделал. Можно сжечь. Молодец, Серёжа. В принципе, Сергей в этом сезоне катает все программы. Очень хорошо на всех стартах. Ну да, он как начал. Причем начал-то он сезон одним из первых на Нивелихорн-трофе в Эберсдорфе. Ещё в сентябре месяце. И, в общем, по-прежнему держится очень уверенно, очень достойно. Были некоторые недочёты на отдельных. В частности, вы же на одном этапе Гран-при, да? Да, да, мы в ЕП. Ну вот то же самое он сделал, к сожалению, только двойной луц, и это ему сыграло злую шутку с нему. А так, в принципе, он тоже там выполнил два четверных, два трёх акция, просто там, ну, с помарками вроде небольшими. Но всё равно тоже был очень серьёзный набор у него. Я вот слышал некоторое мнение, что сейчас пошло разделение спортсменов, скажем так, на элиту и на всех остальных. И у первой группы по умолчанию оценки изначально выше, я имею в виду компоненты. Имеет это место или всё-таки это не более чем наши придурки? Да нет, но имеет место, это видно, мне кажется, невооружённым взглядом. Потому что, несмотря ни на что, и ты, и Серёжа Воронов катались же очень неплохо на тех этапах, где вам доводилось выступать. Тем не менее, даже при чистых прокатах оценки были отнюдь не самые высокие. Ну, много играет рейтинг в нашем виде спорта, поэтому, конечно, есть такой... У Воронов это как-то вроде не лучший сезон, по-моему, в карьере. Мне кажется, да. Потому что, по-моему, на всех соревнованиях, я, конечно, не особо за ним слежу, но вот по слухам слышу, что на всех соревнованиях, как Серёжа откатал, хорошо, чисто, как Серёжа откатал, чисто. Это молодец в этом сезоне очень хорошо. Да, смотри, как хороший четверной. Да, вот это, пожалуй, самый эффектный элемент в программе. А Аксель у него просто восхитительный, что в короткой программе, что сегодня в произвольной. Очень здорово, очень уверенно. Вот если бы не... Двойной луз. Не двойной луз, остальное всё очень достойно. Да, ему надо много набрать, чтобы побить Женю. Но боюсь, что это мало реально. 172,27 устроит Ворнова, и тогда он обойдёт Евгения Плющенко. Но совсем скоро значительно меньше нужно будет набрать... Ну, незначительно. Незначительно. Незначительно меньше. Незначительно меньше. Нужно будет набрать Максиму Ковтуну, который во всё слышнее объявлял, что первое место – это, в общем-то, его основная цель на чемпионате России. Посмотрим. Вы сейчас в Ворновом соперники. Да. Меньшего, напомню, 230. У Ворнова был хороший отрыв, хороший задел после короткой программы. Плюс ко всему он ещё и своё произвольное. Тоже откатал очень хорошо. Не, ну мне, конечно, не обыграть Серёжу. 160 баллов получает Сергей. Вровень вы идёте в произвольный. Не первый уже старт в сезоне. 159 у тебя, 160 сейчас у Ворнова. И давайте посмотрим, сколько же это получается по сумме. По сумме 249 с половиной баллов получает Сергей Ворнов. Он уходит на вторую позицию. До Плющенко. Ну, в общем-то, не так же много. 12 баллов. Хотя и немало, собственно.